Добрый день, дорогие зрители канала Ваша Дача. С вами Татьяна Башмакова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Наша сегодняшняя встреча посвящена африканской ромашке гацани. Я вам показывала, как я ее сеяла в этом году. Посев гацани должен производиться рано. Я ее сеяла в конце января, в последних числах января. И гацани у меня были простые, сортовые и гибридные. Сейчас я вам покажу рассаду и расскажу, как правильно высадить гацани. Этот цветочек в моих цветниках будет занимать в этом году одно из почетных мест. Сейчас все вам подробненько расскажу. Вот такие два гибрида я посеяла в этом году. Здесь в пакетиках было по 5 семян. У меня было по 2 пакетика каждого цвета. И вот такая вышла рассада. У одного листики сразу уже становятся резными и даже есть цветочек. То есть гибриды значительно опережают простые гацани. Вот простые гацани я вам для примера взяла. Я простые пикировала по 2 штучки. А эти по одной. И вот они вообще изначально. Они росли более ровненькие. Я их вначале в кассетах выращивала. По несколько штучек села в кассету. Потом рассаживала. Вот рассада не падает. Эти все время падают. Несмотря на то, что столько долго они растут. С 29 января посев. Взошли все буквально на второй день. Но вот такие вот маленькие пока еще. И те, и другие. Петуньи за это время уже несколько раз отцвели. Посеяны в такое время. Если вы хотите выращивать, чтобы получить цветение в стаканчике, то надо сеять гацани где-то в середине января. Не позже. Вот эти гибридные гацани, они более компактные. То есть у них розеточка написана 20-25 сантиметров. А диаметр цветка достигает 12 сантиметров. Поэтому я их буду высаживать. На пакетике рекомендуют на расстоянии 15 сантиметров. Я сделала ямочки на расстоянии 20 сантиметров. Чтобы каждый кустик отдельно красиво смотрелся. Простые гацани, я уже высадила их вокруг своего большого цветника. Тут расстояния большие. Но у них и листья большие. Листья получаются потом огромные. Сейчас она, конечно, выглядит совсем неопрятно. Гибриды выглядят значительно красивее. Они изначально вот так вот росли. Но они же должны быть компактными потом по размеру. Как будет развиваться мое гацани, я вам буду регулярно снимать и показывать. А сейчас расскажу про высадку. Я уже не впервые высаживаю гацани. Хотя этот цветочек африканский и кажется очень неприхотлив грунтам. Он на самом деле неприхотлив. Но я кладу все-таки в каждую ямочку немножко песка, так как у нас грунт тяжелый. И немножечко золы. Буквально по щепоточке золы. Потому что, ну я уже проверяла, именно такой грунт очень хорош. И тоже чуть-чуть перегною. И больше я ее не подкармливаю. На пакетике написано подкармливать. Не подкармливаю. Тогда цветение очень буйное. И до самых морозов. Но если вы хотите сохранить гацанию в зиму, то лучше не выкапывать ее. Это вообще многолетнее растение, которое, многолетний цветок, который выращивается как однолетний. То плохо выкапывать. У нее корни стержневые, поэтому она крайне засухоустойчивая. Ее лучше тогда сразу садить в горшочек. В горшочек должен быть высотой сантиметров 25 хотя бы, минимум. Потому что там развивается очень большая корневая система. Гацани крайне засухоустойчивые. Любят солнышко. То есть на самом ярком солнце их надо высаживать. Но они прекрасно выдерживают перезалив. Даже если идут сплошные дожди, они не пропадают. На какое-то время цветение может уменьшиться. И совершенно не болеет. Совершенно не болеет. И цветут дольше всех. Когда петунии уже минус 7 замерзают. Петунии выглядят неопрятно. Им уже, ну как бы, они постарели сильно. Этот цветок не стареет. Такой вот замечательный, очень красивый цветочек. Вот это все я перемешиваю в ямочке. Ну у нас, я учитываю то, что у меня земля сама по себе богатая и глинистая. Поэтому если у вас почва легкая, вам не надо добавлять песка. Но питательное надо добавить. И я буду высаживать через одну. Через одну. Здесь у меня получилось 7 ямочек вдоль моего каскада. Одна будет бронзовая, одна тигровая, вот такая розовая. Называется одна рассвет и новый день. Вот с одной стороны у меня будет больше рассвета, так что тем, что с другой стороны будет больше новый день. Надеюсь, все будет очень красиво. Заглублять сильно не надо. Вот на такой глубине, как она росла в стаканчике. Все, мы вот так вот. Ну показывать я вам все не буду. Покажу пару стаканчиков. Вот теперь мне осталось только хорошо полить. Несмотря на засухоустойчивость, все цветы надо после посадки очень хорошо поливать, чтобы наш ком сомкнулся. И что хочу отметить, во всех доеденных гадзаней и бронзовой, и розовой заложился цветочек. Это у бронзовой, вот в серединочке у каждой заложился, но розовая более быстрая. Но если сравнивать с сортовыми, там вообще никаких признаков цветочков еще нет. И вот таких вот листиков еще нет. То есть это более взрослые листики. И если вы еще не полюбили такой цветочек, советую его полюбить, так как у него и листва декоративные. Вот эти серебристые листики, они, когда их будет много, они будут очень красиво смотреться. Ну это все я вам буду показывать потом. На сегодня все. Украшайте свои участки такими прекрасными цветами. Я по возможности вам буду помогать в этом. И оставайтесь нашим каналом. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok